Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава книги Левит, я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот мы читали долго и подробно в предыдущих двух главах, как совершалось посвящение Аарона и его сыновей, в священнике, заодно и освящение Скинии, как они начали действовать, Аарон в первую очередь как первосвященник. И вот слава Господне, которая явилась в конце девятой главы, такое очень редкое для книги Левит упоминание, уникальное, о том, как Господь подтверждает правильность того, что совершилось, а будет ли так всегда. Вот Десятая глава показывает сразу контрпример, бывает и наоборот. А сыновья Аарона, надав и авиуд, взяв свои кадильницы и положив в них горящие угли и благовония, принесли Господу чуждый огонь, чего он им делать не велел. Что такое чуждый огонь? Не очень понятно. То есть, вообще-то, видимо, огонь, который горит на жертвеннике, постоянно должен гореть. Есть единственный огонь, который горит в святилище. Все должно от этого жертвенника зажигаться. Ну, мало ли какие, там, кадильницы, чтобы зажечь благовония, что-то еще сделать. Вот есть постоянно горящий огонь. Они принесли что-то чужое. Ну, вот решили зажечь где-то еще, ну, от небрежения. Может быть, все это было связано с какими-то другими языческими культами. Вот они решили поступить по-своему. Всего лишь огонь принесли. Пришел огонь от Господа и сжег их, а они умерли пред Господом. Вот так сходу однозначно, да? Ведь небольшое нарушение. Ну, зажгли не там, а здесь. Не здесь, а там. Какая разница? А вот если это все так размывать, то ничего не останется. И поэтому второе чудо. Вот слава Господне велось в конце девятой главы, а в начале десятой. Это огонь от Господа, который умерщвляет двух сыновей Аарона, где-то в самом начале их служения. Насколько все серьезно. Моисей сказал Аарону, вот об этом и говорил Господь. На тех, кто приближен ко мне, я покажу свою святость. Пред всем народом явлю свою славу. Аарон молчал. А что с ним было еще делать? Что ему было еще делать? Вот, оказывается, это еще и страшно. Это еще и крайняя опасность. Сделать что-то не так. Но не то, чтобы случайно, не то, чтобы по какому-то недомыслию. А вот, видимо, по собственному выбору они решили. Да ладно, как-нибудь по-другому получится тоже. Зачем напрягаться? Вот и это стало для них смертельной опасностью. Моисей позвал Месаила и Эл-Цафана, сыновей Зиела, дяди Аарона. Ну, то есть родственников, но не самых близких. И сказал он, подойдите сюда. Унесите тела ваших родичей прочь от святыни за пределы Стана. Те подошли и, взявшись за их одеяние, вынесли тела из Стана, как велел Моисей. То есть даже не трогали самих тел, а одежду трогали только. Тогда Моисей сказал Аарону, его сыновья Малиазару и Тамару. Двое осталось, да? Не распускайте волосы, не разрывайте свои одежды, иначе вы умрете, а на всю общину падет гнев. Распускать волосы, разрывать одежду, видимо, знак траура, скорби. То есть не оскорбите по ним. Не говорите, как плохо, что вы умерли, потому что вы вот теперь оказываетесь на их месте. И это наказание грешников, это не просто смерть ваших братьев. Но братья ваши, все сыны Израилева пусть оплакивают это сожжение, совершенное Господом. А вы не удаляйтесь от хода в шатюру встречи, чтобы вам не умереть, ведь на вас масло помазанья Господнего. И они послушались Моисея. Довольно страшная, на самом деле, сцена, даже не только то, что убиты двое сыновей Аарона, а то, что другим двум сыновьям запрещено их оплакивать. То есть священство ветхозаветное не принадлежит себе. Его служение Богу несовместимо с какими-то чисто человеческими реакциями. Скорбе по своим умершим братьям. В конце-то концов, ничего плохого они бы не сделали. Но это было бы оплакивание грешников, которые погибли вот потому, что они нарушили ясно выраженный запрет. И поэтому его не должно быть. Невероятная требовательность. Вот с одной стороны все так, мы видим, лояльно по отношению к человеку. Не можешь принести в жертву барана, но принести горлиц. Не можешь горлиц, ну муки немножко принести. Но в конце концов, ну что мы будем мелочиться? И вот там, где есть некое принципиальное противопоставление своей воле воле Бога, вообще никакого снисхождения. Ну и заодно. Господь сказал Аарону, ни ты, ни твои потомки не должны пить вино и брагу, когда собираетесь идти в шатер встречи, иначе вы умрете. Это вам предписание навеки для всех поколений. То есть, пьяными не входить в шатер встречи. Нет, выпить можно, но вне служения. Вы обязаны отличать священное от несвященного, нечистый от чистого. Вторая обязанность, да, не быть пьяным, различать и соблюдать правила святости, и учить сынов Израилевых всем предписаниям, которые Господь дал им через Моисея. Так долго и подробно о жертвоприношениях, но еще три вещи, которые священники должны делать, быть трезвыми. Различать священное и несвященное, и учить народ. Вот если эти три не соблюдаются, то все остальное, наверное, большого смысла не имеет. Оказывается, учить народ – это важнейшая часть священнической обязанности. Моисей сказал Арону и оставшимся сыновьям, Элеазару и Тамару, «Возьмите хлебное приношение, оставшееся от даров Господу, и съешьте его возле жертвенника, приготовив из него пресный хлеб. Это приношение святыни святынь. Ешьте его на святом месте. Эта доля, приносимая Господу даров, принадлежит тебе и твоим потомкам. Так мне было велено». Ну, тоже понятно, да, то есть, эти двое оставшихся, они получают практическое наставление, что могут есть священники. «Окруть жертву животного, возносимую как дар, и бедро, приносимое в дар, ты, и твои сыновья, и дочери после тебя». То есть, здесь отдельно оговариваются, где женщины из рода Ароны тоже могут есть эти дары. «Вправе есть на любом чистом месте». Вот тоже разные степени градации священства, да, священных даров, священной пищи. «Самое священное и просто священное нельзя давать посторонним, но сами можете есть где угодно». «Тебе и твоим потомкам принадлежит эта доля из всех пришественных жертв, приносимых сынами израилевыми. Они должны отдавать вместе с жиром жертв бедро, приносимое в дар, и грудь, возносимую как дар, чтобы ты вознес их пред Господом. Эта доля, которая причитается тебе и твоим потомкам вовеки, так повелел Господь». А заодно и, соответственно, обеспечение их пищей и продовольствием. «Моисей стал спрашивать, где козел, принесенный в очистительную жертву. Оказалось, что его сожгли». «Моисей разгневался на Илиазару и Тамару, оставшихся в основе Иерона, и сказал им, почему вы не съели мясо очистительной жертвы на святом месте? Ведь эта святыня святыня надана вам, чтобы вы совершили пред Господом обряд искупления общины, и тем сняли с общины вино. Раз кровь этой жертвы в святилище не вносили, вы обязаны были съесть жертву на святом месте, как я повелел». Смотрите, оказывается, они опять все перепутали. Ну вот, там есть случаи, когда нужно сжигать вне стана это животное, кроме тех частей, почки, отросток печени и жир, которые сжигаются на жертвеннике. Есть случаи, когда можно есть. И вот представьте себе этих двух парней, их братья только что погибли, потому что с огнем напутали. Ой, лучше мы не будем ничего трогать, лучше мы сожжем вне стана. Да, здесь наоборот такая гиперосторожность. А Моисей их упрекает, правда, их не наказывают. Аарон сказал Моисею, «Сегодня Господу принесли очистительную жертву и жертву всесожжения, а потом с нами случилось то, что случилось, то есть погибли два моих сына. Если бы я съел сегодня мясо очистительной жертвы, разве Господь одобрил бы это? Выслушал Моисея эти слова и одобрил? Стоп, значит, они ничего не перепутали? Моисей все перепутал? Великий пророк? Вы знаете, это одно из самых интересных мест книги Левит. Вот только что даны долгие, подробные, я бы сказал, мучительно подробные правила, где что есть сжигать, как с чем обходиться, и вдруг сразу спор. Моисей и Аарон, два брата, первосвященник и великий пророк, спорят, надо было есть, надо было сжечь. И причем Аарон, который младше по статусу, он старше по возрасту, но младше по статусу, переубеждает Моисея. Вот вам Библия и ее толкование. Вот ясно же все сказано, а вот нет. А вот жизнь богаче этих схем. Потом из этого целая таламудическая культура вырастет, когда там ребби такой-то и ребби такой-то спорят, кто прав, кто не прав, один другого поддерживает, другой этого. И вот здесь то же самое. Вот оказывается, эти правила, это еще и основа для спора. Но если этот спор ведется в духе почтения к этому тексту, если он ведется о том, как точнее вполне исполнить требования библейского текста, требования заповедей Божьих, которые здесь даны, то этот спор угоден Богу. И правота, она выясняется, оказывается, в споре, а не только приходит сверху. Оказывается, есть текст, но есть и его толкование. И то и другое невероятно важно. Ну, а раз уж речь зашла о еде, то в следующей 11 главе будет подробно обсуждаться, кого можно есть, а кого нельзя, и что мы из этого можем извлечь, подумаем. Субтитры создавал DimaTorzok